Победный дубль на Кубке мира среди нефтяных стран. Две золотые награды добыли в Нижневартовске тюменские боксеры Альбина Молдожанова и Эмин Хатаев. Хатаев помимо медали стал обладателем звания мастера спорта международного класса. Коллега по золотому подиуму подготовила по этому поводу сюрприз. Правда, проводить товарищеский спарринг с Эмином Альбина все-таки не стало. Я не боюсь его, нет ни в коем случае. Уважаю, но он достаточно мощный, сильный соперник. Если только так, как кошки-мышки. Когда женщины бьют друг друга по лицу, это, мне кажется, неэстетично, как минимум. Но я уважаю их, это их выбор. Хорошие бои бывают, хорошие показывают девушки. У тренера сборной Тюменской области свои аргументы. В пользу права каждого человека заниматься тем видом спорта, который ему нравится. Посмотрите на Альбину, попробуй у него забери сейчас в бокс. Будешь враг номер один, и потом неизвестно, дойдешься до дому или нет. В Тюмени коньковой спринтерской гонкой стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров. После победы хозяйки трассы Натальи Микрюковой в возрасте до 23 лет ее порыв поддержала и Елизавета Бекишева, бежавшая в группе до 20. Сначала она с огромным запасом выиграла квалификацию, а в финале улетела от соперниц задолго до финиша. Честно говоря, я очень рада, что я выиграла. Во-первых, это такие завершающие соревнования были перед отбором на мир. И для меня эта победа очень важная. У юноши лучшим неожиданно даже для себя оказался Егор Митрошин из Мордовии. На финишную прямую он заходил только пятым, но в последнем ускорении продемонстрировал что-то невероятное. Я выигрывал 50 км в топ. Я больше дистанционщик. Вот говорю еще раз, то что первый раз в финал попал и удалось выиграть, а я вообще в шоке. До сих пор не могу отойти.